Народные академики Народоулов Татьяна Сада, про которую я говорил Роцкий, Сергеев Латинков, Долматов Почему народные? Я не имею права Я хоть и лидером стал Невольно как-то Но не потому, что я умнее Гарнаулова Он грамотнее меня Нога талантливее меня Так? Роцкий настоящий биолог Сергеев стаж больше Латинков еще один волшебник Долматов Нет Шустрей Лекарственные Их Поэтому По неволе оказался Как бы более раз Как сейчас принято Раскручено Так Так вот Почему их фамилия здесь? Потому что Сейчас нужно Каждому представить Из них Секретаря С ученой степенью И сказать Учить Записывать все Что Гарнаулу скажет Вот Нога Изучите ее в сайт В конце концов Все это должно И плюс Спасти то Что еще есть У Сергеева Там Вечные абрикосы Такие вот Опыта Уникальный Долматова Латинкова Это вообще Уже Там На Урале Ни в одном Минституте Близко этого нет Это Народный академик Я просто пользуюсь Случаем Начал с Остальгии Начал С Это самое С Нашей волшебницей Ноги И закончил Вот этими ребятами Все Теперь мне не страшно Чуть не сказал Помирать Не дождетесь Пойдем дальше Я должен был Это сказать Потому что Страна должна знать Свои герои Вот Смотрите Откуда берутся Вот эти самые вещи Значит Допустим так Реакция на мои Материалы Поехали Вам будет интересно Валерий Константинович Хотел бы узнать По поводу Вашего метода Наслоения ментора Интересна Ваша логика Которой Вы руководствовались Передумывая его Какие были у вас Ожидания Перед началом Применения ментора Наслоения ментора Были ли уверены В успехе Или на свой страх И риск Решились экспериментировать Если бы вы знали Какая у меня Самая простая Селекция в мире Посадил Прил И не подходи Пока не это Не умрет Или не это самое Или не заплодоносит Вот Все это громко сказано Страх и риск Уверен в успехе Это все не так У меня Нет своей Своей судьбы Моя судьба Это Там Все решалось Когда это может Расскажу Но это надо Расслабиться А сейчас Кому мои Переживания Наслоения ментора Это название То есть Я когда свой метод Описывал Кто-то из них Из этих ребят Из моих друзей Самых близких И придумал Не метод А название Метода Вот Очень удачно Очень 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 Вот Ну и Пойдем дальше Ну что я ответил Насову Что я дать сейчас Подробно Ну давайте У меня растет 37-летний Можицкий абрикос За все время Дал сотни ветер Некрупных плодов И все десятки лет Все мои подвои Были родными братьями Палец загибаем Поняли О чем речь идет Не было проблем И с привоями Из первых Десяти королевских Абрикосов Веточек На этих подвоях Пошло три Черков В следующем Поколении Семь Затем И навсегда Из каждого десятка Девять Десять Отличных прививок Пусть я Никогда Не убедю Я пробовал Грамотно написать Убеждю Убедю Так и не понял Ну русский язык Он такой Пусть я никогда Не убедил Спящую науку О влиянии Подвоя на привой И наоборот С изменением Генома Но видели бы вы Надо было разместить Неск фотографий У меня есть Но видели бы вы Однолетние Привитые саженцы Однолетние Привитые саженцы Ростом Два с половиной метра Я держу Два с половиной Со скелетом Из десятков веток И тысячи Цветочек почек Исторический факт Со свидетелями Трое ученых Настоящих Давали Четыре Пятимесячным саженцам От трех До пяти лет Но увы Пусть это Даже это Пусть не генетика Никого не убедили Раз никого не убедили Значит и не убедит Потому что Еще шатай Мы с Курдюмом В моем саду Ходим по саду Ждем одного из гостей Ну специально Не называю Я по мере Кандидата наук Приезжает Ходим Ходим Рассказываем Потом Я Рассказываю Показываю А потом Взял Черт Дернул Подводим Это самое Сколько Это самое Лет Вот этому Сармису Пятимесячному Четыре года Ну вот Все таки Кто то еще И пять давал Вот так Четыре года Видите Вот То есть Вот такие Мощные деревья А Понимаете Я сам Вот Ниже будет опять Мордой Тыть Ту Чтоб я не лез в теорию Да Подвой Мощнейший Ты же сами понимаете Это же Это чудо Приучил Наскредит Ментора Да И теперь Вся эта мощь Переходит Довольно К среднерослому Культурному Дереву У меня их там Много Разных сортов И вся эта мощь Передается Представляете И было отношение На второе Третье Ну как Это Геном Есть или нет Ладно Казалось бы А мне говорят Из двух половинок Вот пока На этом все Дальше Разбираться Я туда взял Раз уж Я вспомнил Королевский абрикос У меня Была У меня сейчас Задание От От Моей Невестки От Татьяны Александровны Да Придется Немного Отвечу Нет Вначале Покажу Короче Это не было Задание Нужна История Королевского Абрикоса В Сибири Она сдавала Экзамен Она где-то Учится На блогера Еще на кого-то Вот А откуда же Это знать Я взял Тогда Вот это Видите Вот это Самый первый Плод Вот И никогда Не верьте Несколько человек Претендует На авторство Королевского Абрикоса Ну назвали бы По другому Пожалуйста Ты автор Может он не хуже Вот этих Вот Но я-то Никогда Не сывал Свою Это Рыло Куда не положено Книга Издатель СССР СССР Ростовское Издательство Черным по белому Написано Королевский Абрикос Франции Потом Нашел Еще Одну Справочную А оказывается Королевский Абрикос Это не Это не Сорт Это оказывается Сениц Абрикоса Персиков Скобках Франции Вот Ну и все И не надо Это самое Сувать Своё Рыло И присваивать Себе Только Не буду Говорить Кто А то Мне уже Говорят А вот Посмотрите Вот Завтра Или Фамилия Или Организация Какая Не буду Говорить Через Несколько Лет Через Несколько Лет Досталось Из этой Фотографии Видите В руках Ирины Васильевны Плоды Они Кажется Мелкие Мелкие А на Фотографии Вот эти Крупные Что вы Грязью Смешали Это Старая Фотография Ну как Старая Лет 15 Больше Смешали С грязью Потому что Сама мысль Невыносима В Сибири В Сибири Фотошоп А я не знал Что такое Фотошоп Я сейчас Загляну Знаю Что такое Ну Обман Видимо И вот Так Из-за того Что у него В руках Вот это Вот это Мы не поверили Но тогда И это Неправда Съездил Крым Там Фотографировал Еще несколько лет Вот мне вот это Смотрите Как Откуда Мне взялась Вот это Вот видите Вот это В этом Откуда-то Отсталая Россия 15-й год Как известно В России А тем более В Сибири Невозможно Вырастить Никаких Плодовых деревьев Только Маленькие Кислояблочки И груши А уж Об абрикосах В винограде Сливе Тем более Персках Тут вообще Никто не слышал Ну были времена Да Были Яркое тому Подтверждение Дачник Железов Кстати Я фермер Это все-таки На ступеньку выше Дачник Железов Живущий в Хакасии Который Несмотря На свой Многолетний Труп Так и ничего Не успел Не сумел Вырасти Давайте вместе Посмотрим На это Жалкое зрелище Ну кто-то Прикалывался Ну я ни при чем Это откуда Оно взялось Вот это вот Логотип Что это за Отсталая Россия И 15-й год Ну вот Представьте Вот такое Обижаться Или относиться С юмором Жалкое зрелище Вот оно Перед вами Да Последние годы Жизни 35-летнего Королевского Абрикоса Вот это Вот это Вот это Сенька Растет Парень Вот Вот это И наконец Вот это Это последний Мои урожай И на всех Случа Мои координаты Вдруг кто-то Из вас В первый раз Меня видится Вот И вот Когда Мне Понимаете Сейчас дальше Будет совсем Другая тема Попробуйте Перестроиться Почему Потому что Я не знаю Сколько мне осталось Может я еще Замучиваю вас Этими Фантазиями Скажем так Помните Я говорил Что мне писал Курдиво Валерка Прекращайте Не выходите За эти Самые Вот эти Вот фантазии Иначе Вас научный мир Из-за этого Не признает Никогда Там будет Ниже написано Что они И так Все это знают Ну посмотрим Вот Это совсем Другой Водка